За козла ответила. В Сокмарском районе рассмотрели необычное административное дело. Сладелица козла взыскали 12,5 тысяч рублей за то, что животное повредило соседский автомобиль. Кроме того, Наталье Калиенюк придется заплатить штраф за неправильный выпуск скота. Из-за козла судебные тяжбы продолжаются уже полгода. Александр Жарков продолжит. Это последняя прижизненная фотография козла Яшки. Здесь видно, что он стоит на машине и, судя по всему, кушает вишню. С этого момента и начались судебные тяжбы хозяйки козла Яшки Натальи Калиенюк. В суд Наталья Калиенюк приходит как подготовленный адвокат. Все ходатайства расположены по отдельным файлам, материалы административного дела в отдельной стопке. Фотографии козла в другой. Да и речь женщина готовила, судя по всему, тщательно. Такая судебная система, завуалируемая, поддерживаемая представителями власти, такого же замеса их сути, то есть, как такие судьи, губят веру народа в добро. Судебное решение о выплате компенсации за поврежденный автомобиль в размере 12,5 тысяч рублей уже вступило в законную силу. Сегодня Наталья Калиенюк оспаривала решение сельской комиссии о штрафе за неправильный выпас скота. Данный протокол является незаконным и не соответствует требованиям КОАП. Невозможно установить, что именно от ее коз произошло повреждение имущества. Ничем этот факт не подтвержден. Повреждение именно от ее коз нельзя подтвердить. И вот она, та самая вазовская десятка, стоит возле вишни, которой лакомился соседский козел Яшка. Судя по повреждениям на крыше, можно предположить, что это дело копыт козла Яшки. Соседи говорят, козел, козы, корова и даже поросята Наталья Калиенюк постоянно гуляют по улицам Беловки и норовят пробраться на соседские огороды в поисках съедобного. Правда, на камеру все рассказывать стесняются. Козлы стали, вот тут уже эти, все тут расцвело, они так-то ее объели, они ее так объели, без машин они ее объедают. Тут вот по завалинке, видите, все за этим побывали. Они у меня ходят, они мне в окно эти козлы смотрят. И вся эта скотина лежит, только у нас ночует. Ночь, полночь, дети, не дети. У меня тут фортик вот открыт всегда, у меня больной человек. Корова орует. Эти козы тоже тут лазают. Козла Яшки уже нет, его зарезали и съели на Рождество. Однако за его любовь к вишне, к которой он добирался, забравшись на автомобиль, его хозяйке приходится отвечать до сих пор. Сегодня суд признал постановление об административном штрафе за выпас скота законным. Женщине придется заплатить одну тысячу рублей. Александр Жарков, Петр Укин, Орин ТВ.